Благодарю вас за лайки, за донаты, за репосты. Я очень это все ценю. Ну а теперь перейдем к делу. Мне в руки попалась Рухнама. Признаюсь, она мне и раньше попадалась, но читал я ее отрывками. Теперь же решил почитать от корки до корки и поймал себя на мысли, что Рухнама это действительно рукотворный памятник не только туркменского народа, но и всего тюркского. И я бы даже сказал прекрасный источник для тюрковедения. Впрочем, поймал себя на мысли и в другом. Зачем некоторым тюркским странам, в частности Азербайджану, выдумывать небылицы, относить себя то к одним, то к другим, искать себя свое прошлое в 21 веке, когда есть Рухнама, произведение почившего туркменбаши первого президента Туркменистана Сапар Мурата Ниязова, над которым он работал с 1997 по 2001 годы. Хочу сказать, что даже если заглянуть в учебники Азербайджана по истории, то невооруженным взглядом покажется, что учебники истории Азербайджана есть ничто иное, как плагиат Рухнамы. С той лишь разницей, что туркменских исторических личностей переписывают на азербайджанских от персонажей эпоса до исторических героев. Также и империи, которые основали туркмены, в частности Каракойнлу и Акойнлу, в азербайджанских указаны как азербайджанские. Но ведь уже в первой главе Туркмен Рухнамы, где описывают межплеменные распри, сказано, вражда охватывает знаменитые династии туркмен Акойнлы и Карагойнлы. Что касается персонажей, то в той же главе в обращении к иностранному читателю сказано следующее. Совершите путешествие в историю, посетите землю Огус-хана, Горгут-ата, Сильджук-хана, Алиарслана, Мялик-ша, Султана, Санджара, Кероглы и Махтум-кули. Примечательно, что все эти имена в Азербайджане известны, но они известны под азербайджанскими. Кроме Махтум-кули, конечно. Грабя чужую культуру и историю, Азербайджан даже не задумывается о совести, прикрепляя в свою недолгую историю от персидского Низаами и туркоманского Физули до Огуза-туркменских Горгута и Кероглу. Причем любопытно, что в Турции не чураются туркменского прошлого. История Турции в самой Турции и история тюрок в Туркменистане дополняют друг друга. Но в Азербайджане мало того, что в истории описывается полная рухнама, но и делается это под свой стиль, стиль культурократства, чтобы выглядеть автохтонными народами. Заманчиво получается. Туркменистан гордится своими империями и личностями, которые завоевывали Малую Азию, Армению, Грузию, Иран и так далее. Турция тоже гордится корнями из Туркменистана, предки которых завоевали Византию и теперь на ее месте Турция. Азербайджан же решил пойти другим путем. Завоевателей называют азербайджанцами. Но ниоткуда эти завоеватели азербайджанцы не прибывали. А наоборот, из современного Азербайджана шли завоевывать и Туркменистан и все остальное. А почему? Потому что если писать все то, что пишет рухнама и другие тюркские источники, и не только тюркские, тогда не только Арцах, Никарабах, но азербайджанская вся республика не тюркская, а значит не азербайджанская в современном понимании этого термина. Туркменистану же большой респект за правду, за правду, честность, за то, что он сохранил уважение к прошлому, к своим предкам. Не прикрываются ни Ираном, ни Арменией, ни другими странами. Своё выдают за своё, чужое выдают за чужое. Туркмены тот народ, который является эталоном для тех же армян, в том смысле, что тюркский мир это не только турки и азербайджанцы. Это более широкое понятие, что большинство тюркских народностей вполне совестливые и прекрасные люди. Вспомните конец 80-х прошлого века, когда азербайджанские головорезы выискивали с ножами армян в Баку, Сумгаите и других городах. А Туркменистан под эгидой советской армии предоставлял паром за паромом, чтобы спасти армян из этого шакальевого логова и через Каспий перевозил беженцев в туркменский Красноводск, ныне туркменбаши. Армяне это помнят и благодарят. И известно, что в Туркменистане всегда с любовью и уважением относились к армянам. Среди представителей армянства в Туркменистане всегда было много людей в медицине, педагогике. И в Туркменистане хорошо известно имя последнего министра геологии СССР Григория Аркадьевича Габриэлянца. Ученого, который в конце 50-х годов прошлого века стал первооткрывателем нефтегазового месторождения в Каракумах. В взаимоуважении между армянским и туркменским народами, повторюсь, эталон для всех остальных пантюркистов и азербайджанских недотюркистов, недолбан. Возвратимся, однако, к Рухнаме, где воспевается туркменский национальный эпос «Кита Абиде де Кургут» и туркмены гордятся этим этносом. В Рухнаме записано «Когда читаешь книгу «Кургутата», испытываешь гордость за свой народ, душа наполняется благостью». Поспешу заметить, что несмотря на то, что в эпохе описанные о гузы туркмены, три страны – Турция, Азербайджан и Казахстан – обратились в ЮНЕСКО за национализацией эпоса в качестве нематериального духовного наследия. Кстати, Кургутата – ярчайший пример и доказательство очередное, что у гузы переселенцы из Центральной Азии. Как писал Бартольд, герои этноса, феодалы Сильджуки, ведущие кочевой и полукочевой образ жизни на альпийских пастбищах Армении. Вообще, Рухнама еще хороша тем, что в ней собрана хронология, имена, даты. Туркмены знают своих предков, и им несложно собрать хронику. Обратите внимание, здесь известны нам азербайджанские в кавычках «Акгоюнлу», «Карагоюнлу», «Сефевиды», «Овшары», «Каджары». В отдельной главе имеются данные о туркменских царях в Армении, туркменских отобеках Азербайджана. Иначе говоря, Рухнама не скрывает, что их сыны завоевывали и Армению, что она уже была к их прибытию, и что завоевывали Азербайджан, когда тот еще был обычным иранским Останом. И жили там иранцы, азери иранцы. Уважаемые азербайджанцы, так вы туркмены? Если да, то какой же тогда Карабах без имбирь? Даже Баку не сизимбирь, не то что Карабах. Уж определитесь. Если вы туркмены, то так и скажите. А если нет, то не орите на весь тюркский мир и не прибегайте к помощи туркоманам, бородачам, террористам, когда нужно воевать с армянами. В Рухнаме четко говорится о туркменах Гаракуэнлу и туркменах Аккуэнлу. Азербайджану же следует определиться в своем ДНК, в своих корнях. Приглашаю всех моих зрителей ознакомиться с Рухнамой. В последующих главах можно узнать и об истоках туркменской нации, и о сефевитском туркменском государстве, о туркменах Шаров, Каджарах. Ибо, как сказано, говоря о ГУЗ, мы подразумеваем туркмена. Азербайджанцы, вы ОГУЗы? Или все же вы Албаны? Или вы Викинги? Как одно время распространяли чушь? Уж определитесь, вашему руководству даже не хватило ума, когда к туркам подмазывались. А взяли строки из той же Рухнамы, где Ниязов писал. Туркменистан и Турция одна нация, два государства. Увидимся. Субтитры создавал DimaTorzok